Одна из встреч была с лидером, ну, с одним из лидеров команды Маританы Карпенко. Эта женщина находится в Польше, и она собрала вчера, сколько там, человек 15 или там у нас 20 было. И, вы знаете, вот мы, я разговаривал с ребятами где-то целый час. Я им рассказывал про идею компании, я им рассказывал про идею наших продуктов, я им рассказывал про культуру. Ну, и потом мы собирались, друг с другом брали обратную связь. И, смотрите, было так прикольно, что я, с одной стороны, я не рисовал никакие кружочки маркетинг-плана. Я единственное, что сказал про состав, это про полипринолы. То есть все, больше я ничего не говорил с точки зрения каких-то терминов. Ничего не говорил про медицину. Я получил такой отлик, где главным, наверное, было, когда я брал обратную связь, ну, типа, что люди увидели. Люди увидели ценности, люди увидели культуру, люди увидели отличия от других сетевых компаний и от других продуктов. Ну, в первый раз же непонятно, что там за баток, такие же, как и везде. И вы же знаете, да, что у нас сегодня такие непростые отношения с этой страной, но там есть люди, которые очень-очень-очень-очень хорошо относятся там. Я сейчас не буду даже говорить там к России или к русскому. Я буду говорить, ну, у них другой культурный и ментальный склад. И когда я говорю, например, что нам нужен там 1% населения, давайте говорить, планеты, то есть, ну, неважно, в какой стране, то всегда этот 1% прогрессивных, умных, таких, знаете, здравых, я бы сказал, даже где-то здоровых людей, он существует. И вот я вчера был очень сильно впечатлен, что это была целая команда людей, которые были заряжены на сотрудничество, которые были заряжены на культуру, которые были заряжены на наши общие ценности. И они, получается, понимаете, есть везде. Вот у меня это был только вчера инсайт. Так, связь заикается? Прием. Нет, нормально, значит, все хорошо. Хорошо. Ладно. Смотрите, с чего я хотел бы сегодня начать. Я бы хотел начать с той домашки, которую я давал неделю назад. Как удалось вам ее выполнить? Птицы? Вертолет сети летит. У нас на остров можно прилететь на вертолете с главного аэропорта. Может, назад так полетим. Ну, кто видел «Арел и Решка», он как раз на вертолете прилетал. Значит, тут буквально, наверное, в 200 метров вертолетная площадка от меня. Смотрите, была домашка по поводу самоопределения. То есть мы хотели с вами потренировать и сделать наше самоопределение более сильное для нас, для наших целей, чтобы поставить его на нашу службу. И нужно было попробовать сформулировать свое старое самоопределение, увидеть свою новую идентичность, ее сформулировать тоже. И вот на градиенте вот этой разницы попробовать определить, каким образом вот эта новая самоидентичность усилит тебя в 2023 году. Вот если есть у кого-то, кто с этой домашкой там потренировал и посправлялся, готов что-то про это каким-то образом сформулировать, напишите об этом, пожалуйста, в чат. Я вам сделаю тогда какую-то следующую на эту тему интервенцию, потому что это невероятно сильный инструмент. Мне кажется, это мощнее, чем навыки продаж. Это круче, чем там стратегический маркетинг. Это даже, я думаю, стоит более на первом месте, чем умение сотрудничать. Потому что, напоминаю вам, да, когда вы с кем-то встречаетесь, ну и приглашаете его в вашу команду или в сотрудничество, ну или в какой-то формат взаимодействия, возникает вопрос у вашего визави. Возникает вопрос, а ты кто? Почему я должен за тобой пойти? Почему ты интересней, чем то, что у меня есть? Почему ты для меня, не знаю, выгоднее, веселее или, не знаю, денежнее, чем то, что говорят другие люди в социальных сетях? Почему тебе можно верить больше, например, чем те люди, которые меня до этого обманули? Ну или там как-то слукавили. И вот эта самая идентичность, она ведь не упаковка просто личного бренда, да, которая взята, знаете, как сегодня там любят говорить, мы сейчас распакуем твою упаковку. А мы говорим про то, что это реально твое отношение к тебе же. И твое отношение к тебе же сегодня может быть, например, сильнее, чем было вчера. А завтра стать сильнее, чем сегодня. А через год оно может быть на такой невероятной высоте, что вот то, что сегодня у нас вызывает неуверенность, то, что сегодня у нас вызывает стресс, то, что сегодня нам не дает покоя, где-то нас раздражает, где-то нас останавливает, где-то нас, знаете, как это, якорит. То через год это может быть нашим трамплином. Но все идет от того, как ты себя чувствуешь в этой своей новой идентичности. Это, ну, некий навык, на мой взгляд, базовый, если мы говорим про лидерство. Потому что если ты, знаете, как вот у нас часто говорят с сетевом, надо выращивать лидеров. Что такое выращивать лидеров? Что, их в горшок землю садить? Поливать какой-то, значит, ну, водичкой, да, там, заряженной музыкой Баха? Или как удобрение, как говнишко туда подливать, да, чтобы удобрение было? Ну, то есть, что это? Как это выращивать лидеров? Так вот, выращивать лидеров, на мой взгляд, это работает самоопределением, в самую первую очередь, с его идентичностью. То есть, это отчасти связано с позиционированием, с тем самым отличием. Но это не должно быть, знаете, как названное такое отличие. Ну, то есть, это не должно быть фейковая формулировка. А это должно быть, что внутренний к этому подход, это должно быть внутренняя твоя, ну, как микрослой идентичность наиболее подходящая. Как ты себя определяешь по отношению к другим людям, к другим компаниям, ну, и главное, к себе прежнему. И каким ты себя видишь в твоем будущем. Помните, да, тут фразу? Для того, чтобы тебе прорваться на новый социальный уровень, ну, допустим, зарабатывать в 10 или 100 раз больше. Ведь вопрос не в том, как ты будешь делать эти деньги. Не столько в том, даже не вопрос стратегии, в первую очередь, а вопрос, кем тебе нужно стать. Ну, и как я говорю сегодня, как тебе нужно себя пересамоопределить. То есть определить на новом уровне себя, на новом месте, в новом своем отношении. Вот так это работает. Смотрите, я хочу вам сразу сказать здесь, что каждый из вас, если вот он чувствует, что у него есть здесь какая-то точка роста, вот в этом самоопределении, где-то может что-то улучшить. Вы спокойно можете обратиться к кому-то из ваших наставников или ко мне, я с удовольствием вам что-то в этом расскажу. Мы там сможем это самоопределение пересамоопределить, ну, как-то сделать его еще более интереснее, более сильнее. Вы знаете, что такая возможность существует. Я хочу вам сейчас в следующем нашем блоке надавить на мозоль, на ту, которую у каждого у нас есть, на мозоль на ахиллесовой пите. У нас же у каждого есть ахиллесовая пита. Как вы считаете, есть у вас? У меня есть. У вас тоже есть. Сейчас вот я туда ее пошел ружу. И я хочу прям такой, давайте уровень серьезности сейчас поднимем на нескольких пунктах выше. Прям еще серьезнее, чем было даже до этого. Вон, у Сереги две есть. А еще на подушечках рук, да, может быть. Тоже тут такие пяточки. Я хочу, чтобы вы поняли одну важную вещь. Мы про это говорили неоднократно, но мне кажется, понимание здесь я еще не чувствую, что у нас есть на глубоком уровне. Смотрите, я хочу, чтобы вы поняли, как один день реально может изменить вашу жизнь. Один день. Всего лишь один день. Чтобы это не был типичный день из жизни, как всегда. Как вчера, как месяц назад, как год назад. А какой-то один день. И мне кажется, что мы недооцениваем вот этот один день как точку нашего трамплина, который нас может реально отправить в какую-то невероятную космическую высоту, как мы говорим, на новый уровень. И это есть новое отношение. Ну, наверное, я все равно больше степени, что я про бизнес говорю, то есть новое отношение к бизнесу. Смотрите, как это работает еще раз. Это работает только в том случае, если у нас отношение к тому, что мы делаем, сильно другое, чем было до этого. То есть это отношение не такое, что придет еще один день, будет еще одна встреча, возникнет еще одна ситуация. Типа, я же завтра еще не умру, куда мне торопиться называется. Меня слышно? То есть, если ты хочешь действительно в этом бизнесе прорваться на какой-то, вот прям не пройти, знаете как, не лежать в сторону направления цели, не думать, что тебя туда дотащит твой наставник или Дмитрий Лаевский, а прям реально, вот прям оттолкнуться, вот пройти какую-то трансформацию и улететь туда, не благодаря чьей-то силе, а вот благодаря своей вот этому, знаете, внутреннему вот этому взрыву, который создался внутри тебя, такой мощный энергетический заряд, что, ну, представьте, если ты ракета, и внутри тебя мощный заряд, и ты этот заряд зажег, то как бы ты ни хотел, ты же на земле не останешься, правда же? Тебя от земли просто вырвет это вверх. Ну, так же это работает. И все, кто проходил и проходит сегодня с нами там бизнес-инкубатор, сегодня я буду об этом говорить на бизнес-инкубаторе, все, кто, ну, вот, проходили бизнес-план жизни и делали вот это упражнение, связанное с лучшим, с лучшим своей жизнью, так это об этом. То есть тебе нужно создать внутри себя такие условия, такой огненный заряд, такую мотивацию, такое стремление, что как бы ты свою жопу не крепил к земле, какие бы у тебя якоря бы не были, то есть сколько бы у тебя свинца и бетона не было в голове, тебя бы все равно бы это вырвало, понимаешь, вместе с корнем. Из того места, где ты находишься, к тому месту, которое ты хочешь. Если вы меня понимаете, покажите пять. Хорошо. Вот, вот, сейчас я про это и буду говорить, Ира. Мы про это многократно говорим, но мне кажется, что это еще не есть наш инструмент, который мы можем пользоваться всегда. Что, о чем я говорю, смотрите, нам нужно вот это отношение к дню, к нашему бизнес-дню, возвысить на самый высокий уровень нашего приоритета. То есть не на остаточном уровне, не по ходу пьесы, а, внимание, на уровень жизни и смерти. То есть, если ты хочешь свою новую жизнь, и она тебе нужна позарез, то есть если ты ее не получишь, то ты сдохнешь. Тогда это будет так работать. То есть если ты без этой новой своей жизни нормально так себя чувствуешь, и ничего тебя не зудит, так у тебя будет, как и будет. А если без этой своей новой жизни ты дышать не можешь, у тебя сердце колотится, ты не можешь спокойно смотреть в глаза своим детям, то есть у тебя это жизненно важно, тогда тебе и будет это толкать. И именно в этом мотивация, мы же про нее многократно говорили. Просто теперь вопрос неких вот этих мелочей. Сейчас я про эти мелочи просто расскажу. Ну вот смотрите. Было событие в Питере. Я связался с Натальей Ивановой и спрашивал, как событие прошло. Я связался с Дмитрием Лаевским, мы обсуждали, как событие прошло. Да круто прошло. Круто прошло. А теперь представьте, да, что мы с вами четко понимаем, что это событие прошло, и этого события сегодня же не будет больше. И завтра этого события не будет. И вообще такого события больше вот в таком составе, в таком месте, в такое время больше не будет. Все, оно кончилось, оно прошло. А если бы вы знали, что от этого события... Друзья, вот у Ольги нет звука, а у вас есть? Есть. Напишите, пожалуйста, в чат Ольге, может быть, инструкцию, что нужно сделать со звуком. Переподключиться, включить, нажать там кнопку, что это там раздача через Wi-Fi и так далее. Я возвращаюсь к событию в Питере. То есть представьте, вот просто представьте, что от события, которое было вчера в Питере, зависит жизнь ребенка. Не просто упущенная возможность, Рустам. Я жестче говорю. То есть упущенная возможность, это не на уровне жизни и смерти. А вот жизнь ребенка, это на уровне жизни и смерти. Так вот представьте, что это там. И эта жизнь бы ребенка зависела от того, сколько бы людей вы туда привели. Вот такие вам условия Вселенная поставила. Приведешь 10 человек, жизнь у ребенка будет. Не приведешь, не будет. Вот я уровень жесткости сейчас поднял прям вообще на какой-то максимальный уровень. И я не зря про это говорю. То есть я сейчас вообще не кощунствую и не манипулирую. Я дальше мысль развиваю. Смотрите, сегодня будет событие Промита. С детской темой. Когда такое событие будет еще раз, как вы думаете? Не знаю. Наверное, никогда. То есть вы когда-нибудь видели, чтобы Андрей Федорович показывал одну и ту же презентацию дважды? Я не видел. Поэтому я ставлю под большое сомнение, что подобные события с подобной темой когда-то еще случится. И там будет вопрос про детскую тему. И представьте теперь ситуацию, что есть какая-то мамочка, у которой есть ребенок, не до конца здоровый или какой-то больной, или что-то с ним не так. Я сейчас даже не говорю про экспертов. Я сейчас даже не говорю про нутрициологов или докторов. Я сейчас говорю про обычную маму, у которой есть дети. Это наше сколько там, 45% населения, да, или 50% населения всей планеты. И вот эта мама не пришла на это событие и не узнала от Андрея Федоровича или тех, кто там будет работать, кого-то, может быть, из вас, что-то, что связано со здоровьем ребенка. Ее ребенка. И этого ребенка через какое-то время может не стать. Только лишь потому, что кто-то из нас не позвал ее на это событие. Как вам уровень вот этой жизни и смерти? Я сейчас делаю именно это. Я вам показываю отношения. Как ты относишься? К тому, что это упущенная возможность? И они в записи посмотрят. Или к тому, что ты можешь повлиять на жизнь ребенка. А при этом нам могут сказать. Да ну, мне это не нужно. Да, я это слышал. Да, я потом разберусь. Да, куда мне идти? Мне нужно на работу. Да, я устала. Да вы все сетевики только делаете, что обманываете людей. Да, повидала я вас таких, значит, этих оголтелых, потных сетевичков. Нам такое могут сказать? Конечно. Но вопрос, как мы относимся к тому, что нам говорят? Или как мы относимся к тому, что мы возвели это на уровень жизни и смерти? Понимаете, разница-то? А где эта разница живет? Она живет в нашем отношении. И именно этот один день может изменить. Правда же судьбу этой семьи? Или неправда? Я считаю, что правда. А теперь давайте я другую тему затрону здесь же. Давайте представим, что пришла на это событие. Неважно. Давайте такая же мамочка. У нас, например, таких мамочек существует. Мамочка, которая была на этом событии, реально охренела от нашей культуры, от нашей правды, от того, что мы делаем. У нее реально внутри перешелкнуло. И она не только бы стала заниматься здоровьем детей своей семьи. А она бы это взяла как некую свою жизненную философию и миссию и стала бы с нами бизнес развивать. И это бы мамочка привела вам в структуру тысячу других мамочек. Понимаете? А это жизненно уже меняет вашу жизнь. С вашим новым уровнем. Такое может быть? Или я фантазирую? Конечно, может. И это зависит от одного дня, который будет сегодня. Что завтра уже это не будет. Записи так не работают. Поэтому те, кто сегодня придет туда, придет с людьми. И это изменит жизнь. Ты можешь в это верить. Это может случиться, может не случиться. Но вероятность-то вообще не нулевая. Это же не фейк. Так, Ась, спасибо. То есть это исключительный вопрос, как мы относимся к каждому дню, к каждому событию и каждому ресурсу, который мы для вас стараемся сделать. Я прекрасно понимаю, что, наверное, мы столько много выдаем этих ресурсов, что они просто не ценятся. А, ну подумаешь, завтра что-нибудь воинов еще придумают. А. Алексей, не слышно или что? Ты понимаешь? Или ты мне до свидания говоришь? А, все нормально. Или там, да, Дмитрий Лаевский, богатый миллионер, он пригласит еще нам какого-нибудь эксперта, помимо Андрея Федоровича, заплатит ему денег, и у нас еще что-нибудь будет важно. А, сегодня я что-то не выспался, поэтому мне нужно сегодня доделать какую-то там задачу, которую я не доделал. Потом, когда-нибудь. В другой раз. Ничего же не случится. Случится. Знаете, что случится? Случится то, что у тебя не будет твоего будущего. Или случится то, что у кого-то из детей может не быть этого будущего. Вот что случится. Но это случится только тогда, когда ты будешь к этому вот так же серьезно относиться, так же серьезно говорить, как я делаю это сегодня. Я вам сейчас вот так вот, знаете, в заключении нашей, такое, ну, не знаю, как это можно, мотивационная встреча. Я бы назвал это разъясняющая встреча. То есть я не очень хотел бы быть мотиватором, я бы хотел бы быть разъяснятором, образователем, знаете, человеком, который, ну, там, повышает уровень осознанности. Вот, если хотите, предлагаю сыграть в игру. Напишите, пожалуйста, вот сейчас в чат, здесь зума, причину, почему вы не переведете десять человек сегодня? Ну, какая причина, почему в десять человек не придет с вами сегодня? Посмотрим, какие важные причины вам ваш мозг сейчас вот выдаст. А я попробую, если не получится, как мы уже сами однажды делали, сыграть в сеанс одновременной игры. Знаете, вот есть, есть этот, костоправ, был же кто-нибудь когда-нибудь костоправа? Вот у тебя там что-то косточка вышла, он тебе похрустел, там косты поставил на месте. А я давайте буду мозгоправ. Вот у вас мозги вылетели в какую-то сторону, начали уже писать. Я сейчас вам попробую мозги на место поставить. Готовы? Вот, давайте. Вот, у нас уже понесло. На работе. Ага. Ну, давайте погодим. На работе. То есть, поставьте плюсик или поставьте буковку Р, если на работе вы поддерживаете. Как причина, почему у вас не будет 10 человек? Я говорю про вас, не про кого-то, про вас. Почему вы не берете 10 человек? Альбин, я не знаю, на какую ты ходишь работу еще. Вот не надо про других, давай про тебя. Потому что про других это легко, про себя сложно. Если ты снимаешь это с повестки дня, напиши, тогда снимаю. Тогда я не буду про это говорить. Я-то буду. Вот, я про тебя и говорю, не надо про других. И мне не надо про тех, кто будет смотреть эту запись, эту нашу встречу, запись. Я про вас хочу сказать. Почему вы 10 человек не переведете? Хорошо? Еще раз повторюсь. Нам легко говорить про других, но в своем глазу мы не замечаем бревна, да? И вот эти бревна мы должны достать из себя, а не из других. Потому что если у нас эти бревна в глазу есть, как мы достанем старинку из глаз людей? Да никак, мы не видим сквозь бревна ничего. Вот сначала помогаем себе, потом уже можем помочь другим. А, вот мы с этим уже справились, да, задачи? Хорошо. Понедельник рабочий, поэтому не смогут, в смысле, не смогут люди прийти, которых вы позвали, да, кто-то не сможет. Но кто-то же сможет? Есть те, которые смогут или все не смогут? А если у этих людей, которые не смогут, есть дети, у которых есть сложности, или, может быть, они об этом не знают, но у них возможны сложности? Ведь можно каким-то образом настоять, чтобы те, которые сказали сначала, я не смогу, через 15 минут разговора с вами сказали, я смогу. Такое вероятно? Конечно. Ну, то есть, и здесь очень простая история. Есть ли у вас какое-то количество аргументов, которые вы скажете таким женщинам, чтобы они пришли? И у нас есть, с одной стороны, то количество обращений, которые мы делаем, то есть, я сказал не 10 людям, а 100. И то количество аргументов, которые мы делаем, я сказал не один аргумент, а 25. Всего лишь две вещи. Тут, конечно, можно еще добавить, с какой страстью я это сказал. Потому что, повторюсь еще раз, эта мамочка, которая думает, что она на работе, эта работа важнее, как вы думаете, она зачем работает? Почему она себя все дает на работу и не влияет никак на то, чтобы ее дети прожили, допустим, 120 лет здоровой жизнью? Или, может быть, мама этой маме надоела ходить на работу, и она хочет с детьми проводить время? Может такое быть? Но просто она себе этот отчет может не отдавать, если ваше предложение будет такое же слабое, как предложение других людей, которые ей что, постоянно куда-то зовут? Ну, в чем причина? Какой здесь выход? Надо сделать предложение более сильным. А как мы это сделаем? Когда мы воздвигнем его на уровень жизни и смерти. Можете вы вот сегодня после нашей встречи попытаться этой мамочке, которая на работе, которой, типа, некогда прийти, объяснить, чем это для нее могло бы быть чревато. С одной стороны, и чем для нее это могло бы быть благом. С другой стороны, вы могли бы ей объяснить иначе, то есть, первое, объяснить, второе, объяснить еще раз, третье, объяснить иначе. Три формулы успеха, так вам. Она зависит от того, с каким аттитюдом, с каким отношением мы собираемся это делать. Есть у вас, наверное, близкие люди, сестры, мамы, может быть, уже ваши взрослые дети, у которых есть свои дети, а может быть, просто люди, с которыми вы провели много времени, они по какой-то причине вам цены, и они на работе сегодня. И в смысле, они не собирались приходить. Но знаете, я хочу вам в чем сказать, в чем главный вопрос. Это не они не собирались приходить. Это вы не собирались им сделать прямо вот такое предложение, от которого нельзя отказаться. в чем разница. То есть, либо вы их вообще не звали, либо звали на отвали. Невовлеченно. Чуть-чуть тошно. Вот в чем причина-то главная. Они в людях. Как может не прийти туда какой-то мой близкий человек, где я знаю, что у него есть трудности со здоровьем ребенка, и я не влияю на то, чтобы он пришел. это вообще нормально? Вот это в голову помещается? В мою нет. В мою не помещается. То есть, я буду влиять на это прям очень жесткой форме, потому что это важно. Потому что близкие люди. Но кто я буду после этого, если он туда не придет и не узнает, я кто после этого, как вы считаете? Как я к себе буду после этого относиться? Если я буду знать, что я не все какие-то аргументы применил, не всю свою энергетику включил. А потом с этим ребенком не до Бог что-нибудь случится. И вы бы знаете, что вы бы могли на это повлиять. Но как вы будете после этого жить? А это всего лишь вопрос отношения к себе и отношения к этому дню. Получилось ли немножко поставить мозг на место? Хрустнула косточка. Супер. Что там у нас еще? Давайте почитаем. Сейчас я открою. Просят запись в это время не в сети. Дилибар. Не годится. Не годится. Потому что к записи не будет такого внимания. И запись, вы знаете, это ваша толерантность. Знаете, что такое слово толерантность? Вообще его изначальное существование это слово. Толерантность это означает, что вы... Сейчас я вам скажу возможно транскрипцию, которую вы не знаете. Толерантность это означает, что вы готовы быть заразной и готовы заразиться. Вот что это означает. Я не готов. Поэтому выключайте свою толерантность и держите свое отношение. Не будьте готовыми заразиться сами и не давайте возможно заражаться людям, особенно которые для вас нужны. Не донесла ценность ли? Ну да, доносите ценность. Ну тут что тут? Неуверенность в себе, что мне не поверят люди относительно отношения к сетевому? Конечно, мы про это поговорили. Люди неуверенны, люди многим не верят, они обманывают, люди относятся, может относиться к сетевому. Могут? У меня вопрос один будет, состоящий из двух букв. И че? Че? Как это меняет ваше отношение к этому? Это же касается людей, это же не касается вас, то, что они там не поверят, то, что у них отрицательное отношение к сетевому. Вопрос в том, что вы уверены в том, что этот контент может изменить жизнь мамочки и ребенка? Вы уверены в этом? Тогда какая вам еще уверенность нужна? А, Лея, у тебя какая-то? Рука, ты хочешь что-то сказать? Так, а, наверное, звук сейчас я включу, секунду. Да-да-да, сейчас-сейчас-сейчас. Вот разрешение сделаю. Так, пробуем. Да, как слышно? Да, слышно. Хорошо, да, всем привет, Валентин. Если дашь мне пару минут, я просто сейчас в том, что ты говорил, увидела себя. Я та мама, которая однажды спасла своего ребенка с помощью тайги. и это очень сейчас меня взбудоражило, потому что история с Романом Костомаровым, которая вот прямо сейчас происходит на наших глазах, это могло быть историей моего ребенка. У меня дети подхватили двухстороннюю пневмонию, я даже вчера нашла анализы, которые показывают, что уже начался сепсис и некроз, то есть там анализы по СРБ были превышены в 30 раз, а это уже все, это критическое состояние, это уже мы должны быть в реанимации. У ребенка температура 44, скорая не едет, это ночь, почти черно-красные конечности, и мы с мужем просто не можем взбить температуру. То есть эта ночь обошлась, но на следующий день нас не берут ни в одну больницу. с этими анализами, с этими показателями нас не берут ни в одну больницу. Дело в том, что когда на тот момент мы уже начали два месяца принимать тайгу, но у меня детям изначально не понравился вкус, и я на этом немножко такая подуспокоилась, думаю, сейчас они подрастут, и я им начну давать, ну то есть потихоньку буду объяснять. И понимаете, да, что когда вот такая критическая ситуация, мне было уже тогда все равно нравится, не нравится, параллельно мы нашли инфекциониста, который нам в стационаре начал делать уколы, то есть мы ездили, это уже, ну вот все, извините, я сейчас очень путанно говорю, потому что я вот это сейчас колбасит, как я рассказываю, нас не взяли ни в одну реанимацию, нас не положили в больницу, и мы сами нашли инфекциониста, мы начали ходить в частную клинику на уколы, и параллельно с этим я начала сразу же давать тайгу, причем в таких нормальных дозах, ребят, ну во-первых, у нас от того, как начали меняться тут же показатели, у нас даже инфекционист был в шоке, ну то есть как только мы начали давать тайгу, у нас тут же нормализовался, то есть контрольные анализы были через три дня, у нас тут же нормализовался ЦРБ, то есть он резко начал практически в норму пришел, не было больше температуры, все пошло на спад, то есть дети были активные, у меня двое детей, там многие знают, что у меня двойняшки, и они оба тогда заболели, но у одного ребенка более критичная ситуация, так вот, посмотрите на меня, я спасла своих детей тайгой, двусторонняя пневмония, которую сразу не выявили, которая начала приводить к непрозу и к сепсису, то есть если в тот момент я бы не взяла это в свои руки, то, ну, понимаете, да, вот эта история с Костомаровым, из-за чего она меня сейчас ужаснула, я просто пережила заново события двухлетней давности, когда тайга спасла моего ребенка, и вот сейчас вот я та мама, которая услышала, которая приняла, поняла, как это работает, и после этого, конечно, я топлю за тайгу, потому что дети, которые болели сразу после насморка, там, бронхит уходил, у меня дети перестали болеть, то есть мы теперь не болеем, поэтому вот моя история, это та история, которая может быть у ваших клиентов, это может быть у ваших партнеров, это может быть вообще у родственников, да, когда тайга спасет чего-то ребенка, и сегодня, когда, возможно, кому-то показалось, что Валентин жестит, не жестит, вот вообще не жестит, потому что вот такая история, Валентин, все, я отключаюсь, это очень, мне надо было высказаться и сказать, чтобы показать, что ты прям в точку сейчас будешь. Спасибо большое, Лен, знаете, мы вообще, это не было сценарием, это мы, ну, не готовились ли, и спасибо, что ты не промолчала, и дала сигнал, и сказала, потому что вот это и вызывает тот внутренний трепет, тот огонь, который не дает сидеть на попе ровно, именно он отрывает тебя и заставляет идти и что-то сказать людям, именно это, вот, вот этот вот внутренний взрыв мы себе и создаем. Смотрите, у меня к вам все-таки предложение, как насчет того, что все-таки взять и сыграть на полную, может быть, один раз в жизни, поставить действительно all in, то есть все поставить на этот бизнес, и полностью отдаться вот этому бизнесу, который реально дает, смотрите, вот людям и мамочкам вот такие результаты и выносит тебя, вот, как я вам показывал картинку, когда компания тебе оплачивает какие-то дорогущие просто путешествия, о которых ты даже и думать не мог, такие правила игры, но просто нужно отдаться на полную катушку, причем фишка-то в чем, смотрите, у вас, вот так у нас интересно устроен бизнес, что в нем проиграть-то невозможно, то есть это не казино, в котором ты ставишь все на ком, у тебя есть шанс там выиграть, не знаю, в 30 раз, но при этом, если ты не выиграл, ты проиграл все, здесь такого нет, вы знаете, как мы когда были в Вишкеке, проводили конференцию и говорили там с представителями, кто в некоторых странах планирует открыть франшизу, и я им рассказывал, что даже деньги, которые ты во франшизу вкладываешь, это же просто обеспечительный платеж, что даже если ты франшизу закрыл, они тебе вернутся, в смысле, что это деньги не рисковые, то есть ты их возвращаешь 100%, ты ничего не потеряешь, понимаете, и в этом бизнесе то же самое касается того, нашего с вами отношения, здесь ты не потеряешь ничего, но смотрите, я знаю здесь многих из вас, кто уже пытался делать ставку all in, может вы сделали не all in, может вы сделали 10% от всего, может быть там 50%, может быть 90%, и что-то у вас не получилось, вы знаете, я вспоминаю себя, когда в школе 5, 6, 7 класс, не знаю, было у вас такое, нас заставляли бегать вокруг школы, один круг вокруг школы был там, по-моему, 400 метров, и нужно было там пробежать 10 кругов, там, да, какой-то сдать зачет, что-то такое, и вот те, кто спортом-то особо не занимался, я не такой прям спортивный парень был, и вот ты такой бежишь, у тебя язык на плечо, ты пробежал кое-как 2,5 круга, тебе впереди еще 7,5, и ты уже сдох, я помню это ощущение, вот вы чувствуете себя вот таким, что вы понимаете, что вы что-то там, прошли там, не знаю, может быть месяц, вы или год, или два, или пять лет, кто-то здесь вот нас вилови, вы чувствуете, что у вас до финиша еще хрен знает сколько, а вы уже сдохли, вот я хочу вам подсказать методику, что можно с этим сделать, и я этого ждал, я не знал, как этим управлять, но я знал, что такое бывает, и я ждал второе дыхание, я просто терпел, и ждал, когда откроется вот это второе дыхание, и вдруг ты бежишь, 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 вдруг на четвертом кругу тебе становится легче бежать, пришло, и когда следующий зачет, оно, знаете как, оно иногда приходит, иногда не приходит, но были моменты, когда открывалось третье дыхание, и раз ты чувствуешь какая-то опять у тебя внутри скорость, и ты опять убежишь, и тебе не так тяжело, как было круг назад, так вот я хочу вот этой метафорой предложить вам поискать сейчас внутри себя свое второе и третье бизнес дыхания, открыть эти свои легкие, эти свои чакры для того, чтобы добавить реально огня, добавить мотивации, знаете как, помните мы раньше говорили, типа воткнуть себе эту морковку в заднее место или повесить впереди там морковку, которая будет тебя тянуть, но давайте так вот, может быть, другую метафору развернем, не морковку, а наступить на хвост себе, то есть сделать себе больно в саде, наступить на свой хвост своей гордыни и перестать думать о том, что люди какие-то не такие или там ты какой-то там недосильный, это же гордыня, друзья мои, мы про это многократно говорили, это один способ, а второй способ, это повесить впереди себя какую-то не морковку, а что для вас более вкусное, что-то более вкусное впереди повесить, вот это то самое, даст лучшее видение своей жизни, которое мы, кстати, тренируем в нашем бизнес-инкубаторе, и финальные мысли, друзья мои, для вас. Смотрите, жизнь так устроена, особенно сегодня, я вам гарантирую, вам жизнь, жизнь, вот текущая жизнь, текущая, вот та энтропия, которая давит со всех сторон на всех нас, она вам не даст спокойной жизни, она вам по-любому подкинет какую-то ситуацию, по-любому, вопрос только, она сделает это сегодня или через год, то есть, ну нету комфортной жизни, распрощайтесь уже с этой мыслью, поэтому простая вещь будет, или вы сами сделаете себе этот вызов, и тогда движение ваше будет управляемым, или вам жизнь подкинет этот вызов, и вам придется это делать из нужды, выбирайте, поэтому я предлагаю вот найти вот это второе, третье дыхание в своей бизнес-мотивации и начать реально каждому дню, каждому событию, каждому ивенту, который мы организуем, относиться вот таким образом, и тогда это и есть ваш вызов, он вас вынесет, он изменит, он сделает то, что казалось бы, как вот у нас, невозможно, нереально, ну то есть, ну непредставимо это, ну как это жить, ребят, ну правда, мы даже 10 лет назад никогда не будем, ну как это жить на вилле, которая стоит, не знаю, 100 тысяч в день, ну разве такие нормальные люди могут себе такое позволить? ну как купить бутылку вина за 500 долларов вчера на ужине? ну это вообще нормально, нет? это же ненормально. а представьте, каждый день себе приходится покупать, что жена любит вино, это не самое дорогое, конечно, еще. так это нормально или ненормально? это нормально? Ну для этого нужно поставить вот этот омин. Мы это сделали, каждый из вас, я уверен, что это сделает. Я вам прям этого, правда, очень-очень желаю. Увидимся сегодня на промитах. Конечно, как обычно, жду от вас реакцию в чаты по поводу нашего сегодняшнего бизнес-завтрака, чтобы не было такого, что люди ждут запись, приходить должны, а вы должны на это влиять. Это должно быть нашим, знаете как, нашим бизнес-стандартам. Поэтому я вас не отпускаю еще пять минут, пока вы не напишите любую обратную связь в любой из публичных чатов наших. Все, пока, до вечера.